Продолжение следует... Очень много чего знает об экономике. Михаил, здравствуйте. Добрый день. Михаил, давайте поговорим немножко о том, как будем мы в Украине переживать этот коронавирус. Мы можем медицинскую часть вынести за скобки, а поговорим об экономической части. Потому что уже сегодня становится понятно, что денег отдавать много, предприятия мелкие и средние будут закрываться в связи с сложной ситуацией. В связи с коронавирусом. Денег где взять на внешних рынках пока непонятно. Есть ли деньги внутри страны, вы нам расскажете. Поэтому давайте из этого исходить, а потом дальше. Дальше по тексту. Давайте. Стране. Я вас очень люблю. У вас сразу идет ворох вопросов. Давайте вы будете из всего вопросов по порядку, как мы договорились. Один вопрос я ответил. Потому что комплекс. Я могу надолго сейчас начать. Хорошо. Давайте. Итак, я начинаю сужать. Скажите, пожалуйста. Считаете ли вы, что в Украине в ближайшие дни будет дефолт? В ближайшие месяцы? 30 дней? Смотрите, все зависит от окружения Зеленского, от того, что будет принято на заседаниях РНБО, будет принято в кабинете министров, будет принято в офисе президента. На сегодняшний день, как я вижу, дефолт Украины пользу Украине не принесет. Это выигрывают некоторые физические лица и некоторые корпорации. Рейтинг Украины упадет, инвесторы уйдут и долги нам никто не спишет. Это будет просто реструктуризация долговых обязательств в каком-то горизонте временном. Что делать сейчас в Украине для того, чтобы хотя бы как-то удержаться? Потому что мы сейчас, с завтрашнего дня, входим в карантин государственный. И выйдя из карантина, Украина уже выйдет другой страной. Я объясню, что я имею в виду. В Украине и во всем мире никогда за последние 99 лет ничего подобного не происходило. То есть Украина сейчас, по сравнению с европейскими странами, в которых я бываю, дела не готова. Мы сейчас столкнемся, мы, то есть я буду говорить от лица гражданина Украины. Украина сейчас не готова ни морально, ни физически, ни экономически к этому кризису. Всеобщий карантин, я думаю, что он не будет соблюдаться так, как это соблюдается в Европе, в Италии, в Испании, в Германии, в других странах. Почему? Потому что у нас люди на сегодняшний день потеряли страх. У нас нет государственного механизма, который может защитить наших граждан. У нас в стране нет государственного управления, которое позволяет, извините, но гордиться своей страной. И нет эффективной экономической базы. Извините, мы ее разрушили. Не за последние год-два, не при Зеленском, а гораздо раньше. Это началось еще с времен, извините, Леонид Даниловича Кучмук. Что надо делать сейчас? Тут много задачности, сложная ситуация. Но, знаете, я говорю, нет безвыходных ситуаций, есть неприятные решения. Во-первых, нужно, ну, я буду говорить так, знаете, из разных блоков, но мы должны понимать, что все это надо делать синхронно, что должны все-таки начать работать все ветви власти в Украине, вот судебно-исполнительная и законодательная. Сейчас самое слабое звено у нас это Верховная Рада, извините, но это так. Никакого, к примеру, понимания экономических процессов и развития страны в Верховной Раде не существует. Ну, не во всей же Верховной Раде. Вы имеете в виду монобольшинство, которое принимает решения? В том же самом монобольшинстве у меня есть и мои товарищи, которые депутаты в разных фракциях, довольно-таки вменяемые люди, с которыми мне интересно спорить и дискутировать. А есть, которые, ну, их называют тушками, я не люблю эти все синонимы, которые не принимают никаких решений, а просто молча голосуют. Это самое опасное то, что на сегодняшний день есть. Но, увы, мы работаем с тем материалом, который сейчас есть. Но в сторону Верховной Рады. То есть, что сейчас надо сделать? То есть, исходя из того, что мы входим в карантин, страна выйдет из карантина уже другой страной. Не исключен вопрос, что то, что происходит в Италии, в Швейцарии на днях начнется, начнется в Украине. Я думаю, что в Украине будет ситуация гораздо сложнее и горше. Исходя из этого, многие руководители, региональные руководители, могут потерять свой авторитет и не остаться на местах. Потому что, когда ты не можешь совладать, когда ты пытаешься совладать с какими-то активистами, это 50-100 человек, окей. А когда начинают тотально уходить люди, и ты не можешь это никак с этим совладать, а меняться в сторону государственного деятеля, который в первую очередь думает о государстве, а потом о своем кармане. Это для многих невозможно, знаете, называется. Все уже закостеневшие. Поэтому, скорее всего, что многие наши руководители региональные не выйдут с этого кризиса в том виде, в котором они зашли. С тем же авторитетом, с той же популярностью и так далее. Что касаемо, к примеру, людей, которые будут находиться в кризисе. У многих людей на сегодняшний день ежедневный заработок, к примеру, там какая-то подработка 100, 200, 300, 500 грн. То есть, народ нищий на сегодняшний день, в основной своей массе. У людей закончатся деньги. То есть, паники, как таковой, я не прогнозирую. Мародерство возможно. Но посмотрим, как сработает МВД и насколько там осознательны сотрудники. Я не думаю, что будет что-то из разряда нового происходить из того, что не происходило, к примеру, в европейских странах. Но смертность прогнозируется гораздо больше. Потому что я, к примеру, основываюсь не только на своих каких-то умозаключениях. Я основываюсь на тех базах данных, с той информацией, с которой я работаю. Она у меня, извините, не украет. Исходя из дальнейших моментов. В Украине на сегодняшний день не работает промышленность. Она сознательно уничтожалась. И ни у кого сейчас не возникает мысли. Даже не у моих героев, Гончарука и Милованова, которых сняли. То есть, это мои герои были. Не возникает вопросов запустить нашу промышленность и начать вырабатывать внутренний продукт с забавочной стоимостью. С которого платить налоги и развиваться. У нас на сегодняшний день не получается запустить ветви власти для того, чтобы люди поняли, что государство начало работать. Я надеюсь, что с сегодняшним назначением Ирины Венедиктовой, возможно, что-то начнет меняться. И все-таки в глазах чиновников будет страх. Потому что, исходя из того, что происходит по разным министерствам и ведомствам, воровство в особо крупных, в принципе, никто не отменял. Оно, наоборот, только усилилось и развивается, и расцветает. Для того, чтобы начать наводить порядок в стране, у чиновников должен быть страх. Я говорю такие вещи, которые, к примеру, на украинских телеканалах не произносятся. Это не произносится по ряду причин. Точно так же должна начать синхронно работать силовая вертикаль. В Украине сформировано с прошлой осени несколько миллиардов фиктивного НДС. которые будут выниматься через наличные деньги. Это никто не видит. Делают вид, что ничего не происходит. Это воровство. Это я только один эпизод говорю. Потом посмотреть акцизную группу, какие схемы идут. Посмотреть по топливу, посмотреть по таможне. Таможню освещают некоторые журналисты. Но если посмотреть, сколько можно из этого сэкономить в бюджете денег, то, я думаю, что будет чуть-чуть легче. В дальнейшем у нас малый и средний бизнес не доверяет государству, так как нет господдержки для того, чтобы люди понимали, что они являются полноценными партнерами у государства и готовы вкладывать деньги. Это я подвожу к тому, что для того, чтобы начинать все-таки привлекать инвестиции, как это сейчас не мифически звучит, у нас кроме слова «займ» из правительства ничего не слышно, хотя я общался с некоторыми нынешними министрами. Мы знакомы и очень толковые ребята. Мне приятно с ними общаться. Но вы понимаете, что министр на сегодняшний день – это несамостоятельная фигура, при том, что он, возможно, в сто раз лучше специалист, нежели я. А чья он фигура? Если он несамостоятельный, а он чья фигура? Президентская? Если вы сейчас видите, что происходит в стране, я не люблю слова «чей ты», «кто ты» и так далее. Нет, я не об этом. Я не о личной преданности. Я о том, кто определяет политику, которую реализуют министры. Вот я о чем. Я не говорю о личной преданности. Мы к этому придем. Я обычно издалека начну. Если все-таки дальше рассматривать вопрос привлечения инвестиций, при том, что сейчас это звучит, знаете, из-за изряда фантастики. Да, это правда. Мы для начала должны сделать так, чтобы наш инвестор украинский внутренний поверил государству, поверил чиновникам и поверил правительству. И как это сделать? Как это сделать? Первое. Должен начать работать государственный аппарат. Должны быть посадки. Должно, извините, происходить то, что должно происходить в любой здравомыслящей стране, а не в стране, которая, в принципе, живет днем сурка. Я говорю про Украину. Если человек в чем-то виноват, то, в принципе, решать его судьбу должен суд. Это как в любой правовой державе. Если виноват господин Порошенко в чем-либо, то его судьбу нужно решать суд. И не надо ничего бояться. Если ты все-таки виноват, тогда придется отвечать. Если спуститься к религиональным элитам и посмотреть, что происходит по нахождению в каждом том или ином регионе, то я не буду на персонале, потому что нет хороших и плохих людей. Понимаете, есть наши сограждане. Неважно, в каком он ранге или чем. То мы посмотрим, что ни в одной области, ни в одном регионе у нас не открылось ни одного большого предприятия с привлечением капитала или с использованием каких-то новых технологий. У нас приходят региональные инвесторы, спасают региональное какое-то предприятие, которое, в принципе, на старом оборудовании продолжает что-то выпускать. Ну, то есть, грубо говоря, одни активы перетекли к другим. Да, небольшие деньги вкладывались во времена 2012, но после этого, в принципе, все закончилось. Потом началась у нас эпопея Крыма и Донецка. И на этом все. В основном сейчас у нас в стране выводятся полностью оборотные средства с счетов компаний государственных. Это у нас продолжается с начала каденции Петра Порошенко. При том, что выводятся из оборонпрома, выводятся со всех госпредприятий, либо с госмонополи. До сих пор выводятся? То есть продолжают до сих пор? Ничего не изменилось. Кто бы что ни говорил, еще раз говорю, я пользуюсь данными, которые не совсем украинские. Еще раз говорю, когда при пересечении границы, к примеру, автотранспортом, вы думаете, что только у вас есть отметка, что лежит у вас в кузове машины, то вы глубоко ошибаетесь. Точно такая же отметка должна быть с той стороны границы. Я так, знаете, на пальцах объясняю, чтобы дети поняли. У нас же часто ловят, я просто, знаете, буду ссылаться на то, что есть в украинских СМИ, чтобы люди, которые нас сейчас смотрят, понимали, о чем я говорю. Ну то есть везет 100 куриц, а на той стороне оказывается, что это 50 магнитофонов, а это разная идет уже база налогообложений. Ну то есть вы должны понимать, что СЮР надо заканчивать в Украине, начинать работать. Хорошо или плохо, сопротивление будет огромное у региональных элит, потому что никто не хочет лишаться своих кормушек, никто не хочет уходить с потоков. Но если это не сделать, страны не будет. Хотим мы объявить дефолт или нет, когда в стране закончатся деньги, вам придется либо начинать запускать печатный станок, и в принципе у нас будет второе Зимбабве, деньги килограммами, либо искать какие-то выходы. Дефолт ничего не изменит. У нас на сегодняшний день нет госпрограммы и видения по запуску экономики. У нас нет госпрограммы и видения по привлечению глобальных инвесторов, в том числе и по земельной реформе. Я говорил ранее в своих интервью, в Украине остался один огромный актив, который в принципе один из самых ценных в мире, это земля. Для того, чтобы привлечь деньги, да, нам нужен открыт рынок земли, но не в том виде, в котором сейчас предлагает господин Сольский. Это глава земельного комитета сельского хозяйства. Я бы хотела сказать, что это предлагает не господин Сольский, а это предлагает президент. Давайте уж... Значит, я считаю, что президент, как живой человек, или тот же самый, кто ему советует, не совсем глубоко понимает вопрос. Я немножко объясню на пальцы. Продавая землю сейчас в том виде, в котором предлагается, от закон Сырой, вы получаете акты неповиновения по всей стране, вы получаете массу безработных и нищих крестьян, которым непонятно куда идти, вы получаете непонятный хаос, который у нас произойдет в сельском хозяйстве. Почему? Продажа таких наделов земли не совсем целесообразна. Нужно просто смотреть критерии других стран продажи, к примеру, тех же земельных участков в одни руки, если мы идем по этому пути. Если же мы идем по пути капитализации, то эту землю надо пускать, принимать закон о земле, открывать земельный банк государственный, выпускать ценные бумаги, под них привлекать под фиксированный процент деньги, к примеру, под 1%, гарантировать это все рентами и платежами. Ну, я уже говорю так, как оно должно быть. И вы получите там 130 ярдов денег, долларов. Другой вопрос, что Украина с этими деньгами не сможет ничего сделать. Нет, нет, нет. Вот, знаете, последнее вот это вот, вот это такое количество денег, еще раз вот, чтобы оно прозвучало, и вот поверьте, мы справимся. Нет. Как это нет? Что значит нет? Ну, смотрите, у нас такая наконец благодать наступит, Михаил. Подождите, подождите. Ну, во-первых, вы знаете, как в том анекдоте, знаете, там два еврея встретились, ты что делаешь, я салом торгую, так мы же не едим сало. Ну, так ты же понимаешь, я же сало придаю, сало прилипает. Вопрос даже не в евреях, и не в сале. Вопрос в том, что на сегодняшний день, для того, чтобы это сделать, нам нужно пройти путь в виде создания к того же самого фондового рынка, принятия довольно-таки обширной нормативной базы, не новой, а усовершенствовать, которая сейчас есть, и начать, в принципе, мощные подготовительные действия для того, чтобы это сделать. Там и реестры порядок привести, и чиновников немножко им резкость навести. Если это, в принципе, начать делать, то за год, я думаю, что плотно работая Верховная Рада, может это все к этому прийти. Но маленький нюанс. Нынешние желающие, которые у нас стоят в очереди, якобы их там всего, ничего этих покупателей на землю, они ничего не получат. Они получат землю, за которую они будут платить ренту, и ее обрабатывают. Все-таки, я думаю, что лучше пойти по пути привлечения инвестиций и оставить землю за Украину. Потому что это тот актив, который будет с каждым годом удорожаться. Плюс, хотим мы того или нет, но технологичность на сельского хозяйства в Украине будет расти. А вследствие этого будет и расти оценочная стоимость земельных наделов. Что касаемо, к примеру, многие говорят оценки земли. Ну, здесь я готов поспорить и я могу сказать, что предварительная оценочная стоимость то, что сейчас на многих шоу в Украине говорится 2-3 тысячи евро является резко заниженным. Мы начнем от 10 тысяч евро за гектар. Ну, тогда есть смысл разговаривать о чем-то. Все, что дальше говорится, мы должны понимать о том, что за все 30 лет независимости Украины, если вы так вот вспомните, самая дешевая аренда всегда была государственная. Самые дешевые объекты при покупке были государственные. Ну, это правда. Что-то купить это государственное. И мы получили к тому, что у нас уже государство в принципе ничего нет. ни в фондах, ни, скажем так, жирка уже нет государства. То есть, все, что можно было уже все купили. Но как только ты покупаешь что-либо у государства и вынося его за порог, оно в принципе сразу становится дороже золота. Ну, то есть «Страна чудес» с Буратино читали, «Страна дураков» и «Поле чудес» там был такой фрагмент. Поэтому с этим надо заканчивать. И то, что предлагается за две копейки оценить землю, я думаю, что это уже, мягко говоря, нецелесообразно. Что касаемо дальше, например, госмонополий. По госмонополиям однозначно нужно отменять НАП-советы и все деньги переводить под контроль государства. В том плане, что бесконтрольность расходования средств в госкорпорациях, будь то Укроборонпром, будь то Нафтогаз, будь то Укразалезница и так далее. Это, в принципе, узаконенное разбазаривание народных средств. Ну, это все уголовные статьи. Нет, подождите, какие уголовные статьи? Наблюдательные советы создавались как раз для того, чтобы не было уголовных статей. Подождите, наблюдательные советы, знаете, благими намерениями выслан путь в никуда. На сегодняшний день те НАП-советы, которые создавались с благой целью, в принципе, не работают на пользу государства. Если вы посмотрите, то, к примеру, возьмем то же самое Укразалезницу. Я не хочу обсуждать эти зарплаты, которые там все говорили, или там, к примеру, должностные обязанности членов НАП-совета. Вон, включите украинские шоу, смотрите, мы поговорим о другом. Если вы знаете, в Украине, в принципе, Украина была 30 лет назад, можно так сказать, страной замкнутого цикла, где, в принципе, то, что мы производили, мы и потребляли. Мы могли производить вагоны, мы могли производить колесные пары, то же самое, тепловозы, металл для рельс и так далее. На сегодняшний день тепловозы, насколько мне известно, последнее такое громкое заявление это было во времена Красцова, покупали по непонятной схеме в США. Вагоны еле-еле сейчас начинают, по-моему, Крюковский завод что-то там, какие-то там, небольшие объемы делать. Ну, в принципе, и все. Для того, чтобы, к примеру, та же самая Украинская Залезница начала дышать, тот же самый НАПС-совет должен был разобраться, в первую очередь, с дебиторкой, с кредиторкой и с количеством невозвращенных кредитов и неуплаченных с них налогов в бюджет Украины. Точно так же он должен был разобраться по закупкам топлива, точно так же он должен был разобраться по нецелевому использованию кредитных ресурсов или оборотных средств. Ну, послушайте, если я сейчас заведусь, ну, вы знаете, это будет, это моя работа. Вы так очень подробно просто все это расписываете, прямо даже интересно. Могу точно так же по оборонпромам, могу точно так же по нефтегазам. Понимаете, вопрос же заключается в том, что в Украине, увы, наши чиновники думают, что они умнее всех. Все, что они придумали, им так кажется. Либо это уже давно забыто и уже совершенно иначе все работает. Ну и плюс мы сейчас говорим о том, что государства должны иметь главенствующую роль, если мы вообще хотим вообще понимать, что Украина, это круто, это наш дом. Ну, на сегодняшний день мы, ну, я не вижу этого. Я вижу о том, что правая рука не знает, что она делает левая. Валить все на первое лицо государства, ну, не совсем это правильно. Конечно, короля играет свита, но свиту надо перетряхивать постоянно для того, чтобы понимать, что происходит. Надо искать любимчиков, нужно брать профессионалов. Профессионалов все класть на бумагу, должностные обязанности, выполнил, окей, не выполнил, почему? Объективные, продолжаем, необъективные, следующие. Должна быть очень сильно сейчас задействована вертикаль власти генпрокуратура, ну, прокуратура сама должна быть очень сильно сейчас задействована и все-таки должны быть НАБУ и ДБР. То есть, нужно показать их работу, потому что посадок нет, страха нет, в стране безнаказанности. Когда мы поймем, что есть права, есть обязанности, у нас возникнет и внутренний инвестор, у нас возникнет и гордость самим себе, и мы будем понимать, что точно так же, к примеру, медреформа, которая сейчас начинается, она невозможна. Второй этап, второй этап. Подождите, подождите, она невозможна в Украине сейчас ни под каким видом, потому что у нас нет страхования обязательного медицинского, невозможно, знаете, одной стороной одевать брюки, а другой рукой там, я не знаю, подтягиваться, ну, это невозможно. Поэтому мы понимаем, что это медреформа, первое, а это разбазаривание, финансовых ресурсов, активов, персонала и так далее, потому что нужно делать изначально все правильно. Когда наводится порядок в стране, то есть должно быть последовательный алгоритм действий. Вы же когда встаете, вы же идете, умываетесь, одеваетесь, а в стране у нас получается иначе. Все за эту медреформу, что мы сейчас имеем, все, что можно было, либо уничтожается, либо разбазаривается. Михаил, можно маленький вопрос? Вот вы сейчас несколько уже таких идей, которые реально могут воплощаться, озвучили. Но у меня к вам ключевой вопрос. Кто сегодня в Украине определяет экономическую политику государства? кто эти люди или кто этот человек? Я не могу вам ответить на этот вопрос, потому что, знаете, смотришь, я думаю, этого человека нет. Объясню даже почему. Я, вы знаете, говорю те вещи, которые обычно происходят, либо даже если они кажутся невероятными, они случаются. Я не ставлю там каких-то себе заслуг, но если посмотреть, знаете, там сейчас модное слово в Украине, сарася, молодые мальчики и девочки, которые считают, что они все знают, все умеют, ну, на самом деле это не так. Потому что, к примеру, теория, преподаваемая в MBA, в которой ты учишься полгода, немножко отличается от практики, которая есть в Украине и реальной жизни вообще в мире. Другая, к примеру, ветвь, если посмотреть, это старые такие портократы, которые еще, знаете, со времен бывшие комсомольцы, которые там еще с кучмой сидели. Их знания, умения, возможно, частично можно применять, потому что очень часто у нас люди путают экономику с политикой. Увы, но это только идет ухудшение всего, что происходит. Если мы занимаемся экономикой, то давайте мы приоритетом государства займемся экономикой. Как бы сейчас это жестоко не звучало, разрабатывался у нас алгоритм, не алгоритм, скажем так, вероятность развития ситуации, как бы развивалась ситуация в Украине, если бы сейчас, к примеру, Украина приняла назад ЛНР, ДНР. Ну, такой математический алгоритм. Потом алгоритм был другой, где откладывает в сторону это решение заниматься сугубо экономикой. Ну, так далее. Разные ситуационные моменты. Что и как должно происходить. Я могу сказать, что на сегодняшний день я бы выбрал экономику. Я бы не трогал сейчас ни Луганск, ни Донецк, ни Крым. Только экономика. Как бы это сейчас жестоко ни звучало, Украина должна начинать спасать себя. Забрать сразу, как родина мать всех, денег не хватит. Потому что на сегодняшний день для того, чтобы забрать, нужны финансы, нужны людские ресурсы. Помимо одного желания этого мало. да, меня сейчас полетят тапки, но мы говорим о стране, о государственном строительстве. Если разобраться о популизме, то мы можем всех забрать, денег у нас не хватит. Я объясню почему. Украина до сегодняшнего дня не поданы иски о репарации. У нас нет никакого представительства в иностранных судах, где мы можем компенсировать свои утраты, упущенную выгоду, возможности, инвестиционную привлекательность. Когда у нас это будет, о чем-то можно говорить, потому что мы тогда поймем какую-то подушку, которую мы возможно когда-либо получим. А когда, вы поймете, о чем я говорю, когда мы выигрываем суды в стокгольмском арбитраже нефтегаз, а потом другими своими желаниями часть долгов прощаем, ну не совсем понятная позиция. Здесь можно и коррупцию применить, здесь можно применить и недальновидность, и договорники, и картельные сговорки. Я могу сейчас много наговорить, было бы желание, а статья найдется. Но я не вижу здесь государственного строительства. Поэтому, знаете, многозадачность это хорошо, но всегда нужно иметь холодную голову. Есть первая задача, первого уровня, второго и третьего. На сегодняшний день мы входим в пандемию, Украина из нее выйдет другим государством. Вот другим вы имеете в виду лучшим или каким? Вот что вы по словам другое понимаете. Я могу сказать из того, что, к примеру, я знаю по Италии, по всему, когда в день умирает 500-600 человек, к примеру, по Китаю данные умерших очень сильно занижены, официальные. если вы смотрели, я видео некоторым рассылал, которые нельзя выкладывать. Я надеюсь, что что-то в головах у людей изменится. Если, в принципе, изменится в худшую сторону, то анархия и все остальное, не хотелось бы об этом думать, это путь в никуда. Потому что, даже если предположить, как многие говорят, что Украина может разделиться на кучу государств, в Югославский сценарий, я думаю, это путь в никуда. Почему? Потому что нет экономической подоплеки под этим государством. Чем они будут заниматься, кроме того, как в каждом регионе будет ряд сельских хозяйств, которые будут вырабатывать продукцию и что дальше. То есть, это путь в никуда. То есть, целостность Украины это первое очередное. Второе, это граждане. Третье, это экономика. Экономикой нужно заниматься 24 часа в сутки вплоть до того, что даже, извините, идти на какие-то уступки не инвесторам, а идти на какие-то уступки региональных элит для привлечения инвесторов. Я объясню, почему. Для того, чтобы... Нет, вот сейчас можно вас остановлю. Вы сказали, что экономикой нужно заниматься 24 часа в сутки. Кто? Кто будет этим двигателем? Вы знаете, я сегодня ехал в машине, видел, что сегодня назначили нового министра экономики. Я с ним не знаком, не могу ничего сказать. Если, еще раз говорю, мой фаворит был Милованов, я его сетебал вместе с Амчироком каждый день, то этого я не знаю молодого человека. Мы посмотрим сейчас его заявление, посмотрим, что его какие-то действия. Если действия, например, по продаже земли в украинской земли будут продолжаться, то, в принципе, все печально. Если же глаз вопиющего в пустыне будет услышан и начнется какой-то диалог, а я разговаривал с некоторыми чиновниками нынешнего правительства, точно так же по этой земельной реформе, да, реформу нужно делать, рынок земли надо открывать, но нужно открывать правильно для того, чтобы у нас была синергия в стране, потому что те цифры, что я назвал, это на первом этапе. Вы должны понимать, что у нас должна еще после этого быть переработка, более глубокая переработка сельхозпродукции, экспортный потенциал и так далее. А продав землю сейчас и думая, что мы выставим какие-то заградительные пошлины на вывоз этой продукции, но это не решит проблему, потому что спустя какое-то время придут лоббисты и, знаете, опять на корню все скупят. То есть, мы должны понимать, что у нас должны быть компенсаторы не только наполнения бюджета, знаете, как вот многие говорят, давайте отменим налоги, а компенсировать чем недобор бюджета. У нас же дефицит на бюджет, а не профицит. Поэтому вопросов рабочих очень много, они, как по мне, они интересные, но нужно понимать, что есть и воля, и желание, и интерес это делать. Да, мы самая бедная страна Европы. Я расстроен по поводу этого и не только я, но жизнь не заканчивается, нужно идти вперед. Главное сейчас собраться мыслями и понимать, что делать. Ну, естественно, и пережить тот карантин, который сейчас на территории всей Украины вводится. Это довольно-таки опасно. Скажем так, не болеет, а опасный вирус. Я могу сказать, что многие еще не осознают. Михаил, скажите, пожалуйста, что вы думаете в ближайшее время будет с нашей национальной валютой? Ну, с гривной. Что с ней может быть? Гривна, она печатана, она лежит. В кошельке у каждого украинца. Уже? А мы думали, что еще нет. Уже напечатаны? Подождите, ну ее же где-то взяли, ее же печатали. Ну, это понятно, да. А если вы говорите о печатном станке, который начнут печатать для того, чтобы закрыть внутренние платежи по стране, то это уже к вопросу, вопрос не ко мне, это вопрос к правительству. если вы думаете по поводу курса, вы меня хотели спросить, я славно подвожу, то искать из наших резервов, которые сейчас менее трех миллиардов долларов, то это копейки. В смысле? Как же у нас там куча денег? Как это три миллиарда долларов? Подождите. У нас активных резервов три, остальное у нас золотовалютные резервы, находящиеся в Америке, которые, возможно, сейчас часть из них потратят на погашение кредита. МВФ. Активные в денежном, это у нас порядка трех было, где-то дней 10 назад. Потратили на удержание курса, ну, здесь я бы поспорил, почему? Потому что, опять-таки, мы сейчас вернемся к моей любимой теме АГВЗ, АВГЗ. Это абсолютно коррупционная схема, потому что, к примеру, деньги, ну, сейчас занимаются полтора-два процента, а Украина, потому что, 10, даже больше выплачивала. То есть, здесь чисто уголовное дело, при том, что, ну, расследуются два щелчка. И все садятся. Садятся, если успеете догнать госпожу Маркарову, Смоляя, Рожкову, всех остальных. Список, список понятий. Все это началось еще во времена Януковича, продолжалось во время Порошенко и так далее. То есть, все известные, конечных бенефицаров этих всех проводок найти тоже, в принципе, несложно, потому что сейчас деньги электронные, это все понятно. Но, возвращаясь к курсу, я думаю, что курс будет расти, потому что денег в Украине нет. Добавочной стоимости, позволяющей удержать курс и оплачивать все наши внутренние платежи, не хватает. Налоговый план не выполняет, таможня план не выполняет, схематоз живее всех живых. Эффективность работы госмонополий тоже оставляет желать лучшего. Потому что никак, они эффективны для определенных финансово-промышленных групп, давайте будем говорить как юристы. а в принципе для государства нет. Износ основных фондов у нас уже больше 85% в стране. Это все у нас еще с времен Советского Союза. Нового ничего не строится. Ну, пока как-то так. Но работы много, вопрос в другом, что когда будет дан старт, это мы с кем это делаем. Но на сегодняшний день нужно все-таки вселить страх в наших чиновников о неотвратимости наказания. Точно так же нужно понимать нашим людям. Я думаю, что после пандемии у многих включится голова и многие элиты перестанут быть элитами региональные. Потому что не удержат то, что к нам идет. Михаил, у меня тут злые языки поговаривают, что вам предлагали должность. Я не буду комментировать. Как это вы не будете комментировать? Когда что-то будет, я вам скажу. Ну, хорошо. Михаил, ну и все-таки если уже заканчивать, вот главный вызов, который прямо на сегодня. Остаться живым. После пандемии. Я могу сказать, что многие мои приятели, мои люди, с кем я общаюсь, сотрудничаю, работаю, сидят дома уже которое время и у некоторых в принципе ушли близкие люди. мыть руки, надевать маску и не выходить из дома. Это не шутки. Тай бог, чтобы пронесло. Но вот это все, что начинается, я думаю, что в Украине как-то вот уже начнут ощущать, у нас сегодня 17 марта, я думаю, где-то 27 марта начнется. потому что те, что как это происходило в Италии происходит, все хорошо, через 10 дней человек сгорает. Я страшилки не рассказываю, я говорю то, что есть. Поэтому если начнется, то желательно первое это остаться человека, а второе это порядок. Как говорят немцы, то есть должен быть порядок во всем. В коммуникациях, в санитарии, в коммуникациях на улице, в магазинах и так далее. Я надеюсь, что в принципе власти постараются удержать это все, но в той же Италии, Испании, Швейцарии это очень тяжело происходит. При том, что там социальность, гражданское общество несколько более ответственное, нежели у нас. Я не говорю, что у нас плохие люди. Нет, у нас люди потеряли веру в государство и в реалии. То, что государство может их защитить. Здесь придется сейчас напряться. Поэтому я надеюсь, что после пандемии мы выйдем другими людьми и другим государством. Более лучшим, более понимающим, что делать. И более остро реагировать на неправду, на какие-то, ну, думаю, не совсем правильные действия со стороны иных лиц. Вот и все. Михаил, спасибо вам огромное. Мы были очень рады вас видеть. Теперь я думаю, что мы будем в ближайшие пару дней закрывать студию, переходить в формат скайпа. Я надеюсь, что будем видеться чаще, хоть и по скайпу. Спасибо. Спасибо огромное. Михаил Гагаркин был сегодня у нас в гостях, за что мы ему благодарны, хоть и по скайпу, привыкла в гостях. А вы оставайтесь с нами, мы продолжаем прямые эфиры на Укралайф ТВ. Конечно, наш друг и партнер, медицинский центр «Призма». И мы благодарны нашим спонсорам на платформе Патреон. Спасибо.